Здравствуйте, дорогие друзья! Кофе на миллиард, статины с алмазной макту, сайты. Ну что, кофе я себе уже приготовила, да, на скафе, с сухими скрипками, кушу сливок, также помыла нектарин, вот, порезала, сухой завтрак, который, сухой завтрак, также для моего, для моего такого завтрака кофе на миллиард, потолочная хау-ва, вафли лаки-дейс, ну, конфетки, и такой ноу-хау. Ноу-хау творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли, потянутся в алмазной макту, сайты. Такой завтрак, я бы его назвала, завтрак с миллиардером. Я, в общем, делаю себе, в моем такой ноу-хау, в общем, делаю себе такой завтрак, кофе на миллиард, я, включаю видео на ютубе, и вот, смотрите, интервью с Михаилом Морозовичем Фридманом, российским миллиардером. Так что, вот, видите, можно приготовить себе такой завтрак, кофе на миллион или на миллиард, ну, вот, и включить себя по ютубу, посмотреть интервью, может быть, биографию какого-то миллиардера, миллионера, может быть, не знаю, там, завтрак, кто-то хочет с каким-то актером или актрисой, не обязательно с миллиардером. Так что, вот. Ну, такой у меня уже больше ланч, ланч-тайм, практически ланч-тайм. И, конечно, у меня уже много ланч-тайм-тайм-тайм-тайм-тайм-тайм-тайм, и, конечно, убeterm So, as you see, you applied this in your work, because you are involved in a diverse set of industry. Right. So is there a common thread, through which ones you would value to, or how you selected where you invest in yourself? Ну что, дорогие друзья, я пока звук, в общем, поставила на стоп-кадр, так что вот, ну, кому интересно, я это видео загрузила на мою страницу ВКонтакте, Татьяна Салмановна, через Депис, Макту, Сайм, судил через Депис. Вот такие вот дела. Ну, а так, конечно, о чем мы будем с вами шептаться? Об энергетике, вы знаете, давайте, знаете, вот пошепчемся, пошепчемся об энергетике, знаете, богатых людей, ну, в общем, об энергии денег, так, ну, немножко поговорим, немножко. Запомним эту тему. Знаете, вот миллионер, энергетика денег. Ну, согласитесь, человек, миллионер, миллиардер, в общем, есть разница. Обычный человек, правда? Или он миллионер? Я просто думаю, будем говорить о миллионерах, о миллиардерах. Какую планку возьмем для обсуждения? Ну, да, у нас есть пошептаться, посуждать, попилософствовать. Таким, у меня такой ланч, кофе, как бы завтрак, ланч, кофе-тайм. Таким, у меня, да,ete... Таким. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, я спросила Василия Ильяновича, как он относится к миллиардеру Михаилу Маратовичу Фридману. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если документы у Вас есть, а деньги Вы также не получили, больше трех миллионов долларов по этим документам... Продолжение следует... 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 Видите, на вопрос, сколько вам лет, не предполагает мужчина, что вы будете говорить, ну, я там такая, вот это, в общем, как-то вот это. Мужчина хочет точно знать, если он спрашивает, сколько вам лет, точно не знает. Вы хотите возраст преуменьшить, но это совершенно понятно. А вы хотите перевести тему на другую тему, потому что, ну, а что вы ему скажете, понимаете, что вы ему скажете. Представляете, Михаил Марат сейчас спрашивает, сейчас спросит еще раз, Семена Сомана, сколько нам лет? Я даже не знаю, насколько, знаете, вот эти шутки, знаете, такая шутка. Как-то он учит возраст, сказать, понимаете, такая романтическая натура. Я спешу книги, пишу сценарий для фильма. Обратили внимание, как я назвала кошку Африка. Кошку Африка. Василия Янча-Обухова, обратили внимание, как я назвала. Семена Сомана, такая поэтическая натура, поэтическая. Поэтическая, но в то же время очень бдительная. Знаете, бывших правоведов не бывает. Семена Сомана, высшее юридическое образование. Семена Сомана. Поэтому я, конечно, легла спать где-то после 12 часов вечера, ночи. И проснулась пол третьего. Проснулась пол третьего, услышала, что кто-то ходит в коридоре. В коридоре слышу там шаги, какие-то голоса. Думаю, пол третьего ночи, кто может там ходить. Потом слышу, звонятся в 93-ю квартиру, позвонили. Ну, в общем, там кто-то ходил, потом я не слышала, что там что-то. Ну, в общем, звонили, звонили в квартиру. Я не слышала, что там кто-то что-то открыл. Вот что меня удивило. Я особо не прислушиваю. Вот. Я слышала, что там шаги были, звонили в 93-ю квартиру. Вот. Потом, может быть, позвонили и ушли. Но меня это смутило. Я надеюсь, там вообще видеофиксатор должен стоять. Я надеюсь, там, ну, я не знаю, может быть, люди на даче, может быть, это были воры, которые хотели забраться. Как они обычно звонятся, потом открывают отмычкой дверь. Как они ответственны. Ты же сказал. Я же не знаю. Я потом посмотрела, уже встала где-то через минуту, через десять, посмотрела в глазок, там никого нет. Ну, в 8 врианте я сообщила, что какие-то неизвестные вообще вот эти вот шаги, голоса и символя. Нет, ну, не все неизвестные. Просто мне показалось это подозрительным. Если бы это были соседи, у всех соседей, как там, Егоровых, у них есть наверняка ключи. Мои квартиры граничивают огромным количеством стенками с этой, с их квартирой. Я здесь живу 30 лет. Я за 30 лет ни разу не слышала, чтобы к ним около пол третьего ночи кто-нибудь звонился. К ним вообще кто-нибудь, кто-то редко звонится. Вот эти алкалманы, видите, какие юристы, они такие бдительные, такие бдительные вот этого. Ну, если бы там кто-то там по началу бы так, это, такая практика была, что там кто-то звонить и так далее, я бы, может быть, и не отреагировала никак. Нет, в смысле, я минут через 10-15 посмотрела в глазок. Я подумала, что если, ну, как бы, мало ли там, знаете, может быть, что там такое. Если бы там я в глазке увидела что-то такое более подозрительное, я бы, конечно, в общем, я даже не знала. Ну, тогда не будем об этом, о бдительности. Просто к слову. Ну, вот только я уже проснулась, знаете, где-то вот. Я, конечно, себе готовила такой эксклюзивный поздний ужин, как в Париже, пожарила кабачки, сделала салатик из овощей, покушала. Я подумала, что нужно быть как-то более бдительной, думала, ладно, пока, ну, как бы, я уже так размаилась. Посыпать особо не хотелось, я подумала, хочется кушать, покушаю. Потом стала выпахнуть у меня на кухне паленой курицей. Я так понюхала, с улицы не пахнет, я курицу вообще не покупаю, я курицу вообще не ем. Я подумала, может быть, из этого, из вентиляции кто-то готовит курицу, соседи бывший этажом. Думаю, там тишина, никто не ходит, не слышно, что там кто-то ходит. Значит, там, наверное, вряд ли готовит кто-то курицу. Потом я подумала, может быть, там пожар на площадке, вот, я подумала, может быть, там пожар. Или у кого-то курица сгорела, может быть, на пожаром пахнет. Я хотела открыть дверь и посмотреть, или понюхать. Но потом я подумала, я рассудила логически. Я подумала, уже три часа ночью, уже полчетвертого. Там больше шагов не слышно, разговоров не слышно. Там уже никто не ходит. И рассуждать логически. Выходить на площадку в начале четвертого ночи. Ну, зачем себя как-то нервировать, правда? Зачем ночью куда-то там выходить, смотреть? Я посчитала, что это может быть аппарат. Открывать ночью как-то квартиру. Думаю, у меня ценности, у меня вообще вот этот эксклюзив. Ну, что я буду квартиру открывать? Если бы, конечно, почувствовался какой-то там запах какой-то дыма или гари, что оно такое вообще было экстраординарное, но другое дело. Думаю, ну, курица подгоревшая пахнет, странно, конечно. Ну, это кто-то, наверное, решил. Знаете, я такая пишу сценарий для моего фильма. Я, понимаете, я пишу сценарий для фильма. И, честно говоря, в глубине души надеюсь. Понимаете? Я так понимаю, что Михаил Маратич Спридн, он очень экономный. Понимаете? Ну, еще. Вот. Так что вот. Поэтому я о нем тоже пишу. Я надеюсь, честно говоря, это между нами. Знаете, между нами. Если шептаться, я надеюсь, вообще, честно говоря, что он профинансирует мой фильм. Так что вот. Мне нужно ему говорить много комплиментов. А как, что вы хотите? Чтобы я ему что-то вот это, нужно только петь дифирамбы, дифирамбы петь. Петь дифирамбы и рекламировать, рекламировать. Рекламировать, потому что я делал Фалмановна, понимаете, а что? Ящик творческий. Понимаете, моя творческая студия, плетел на умышление, да, в общем. Вот у Наталии Правдиной. Когда там? Сегодня у нас какое число? Сегодня у нас второе уже, да? Второе число уже наступило. Завтра будет третье. У Наталии Борисовны Правдиной завтра начнется семинар. Женщина на миллиард. Нет, на миллион. У него женщина на миллион. Да. 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 Вот, может, это кто-то хотел намекнуть. Вот сегодня я, во-первых, сказала по телефону, и вот это курица какой-то, а он говорит, это не курица. А это связь с тем, что я там написала в моем live журнале на мастер-фейсбуке. Он сказал, что видите, у меня там Орел, я его покупала этот Орел, это об Орла, я в Америке покупала. Вот кто-то решила как-то вот эту вот свою лепту внести в мой сценарий. Знаете что? Вы, если хотите, вы пишите там свои книжные сценарии. Так что, короче, у меня свои сценарии, в общем, для фильма. Так что вот. Так что это не надо. Как же он сказал? Он говорит, а материальный лошадь не курица. Это Орел подгорел. Вот этот вот Орел. Американский. Ну, не знаю, знаете, я уже такая, знаете, такая активистка. Решила, думаю, за мир надо побороться, понимаете. Вот это вот. Шестого числа уже будет юбилей. Я даже не хочу к ЗАГСу какое-то говорить. Я вчера загрузила вам вот это вот. Про Японию вам это все сделала. Решила как-то за мир, в общем, вот, да. Свою лепту внести. Обратить внимание общественности, что, в общем, как-то нужно вообще обратить внимание, чтобы в мире был мир. Чтобы не было войны. Так, немножко еще этих сливочек. Вы знаете, как вот это вот женщина, знаете, как это? Раньше, как вы видите, вот негро, афроамериканцы, негро. Я читала, это интернет-зилан. Должны были в автобусе, ну, как бы, как люди низшего сорта, должны были на, сзади этих автобусов или общественного транспорта быть, но не спереди, вы поняли, да? Куда-то там нет, точно не знаю. Я читала, что это, по-моему, то ли в Америке. Ну, такая дискриминация негров. И одна американка, нет, одна женщина черная, вот, она встала, ей, как говорят, она решила побороться за права этих авроамериканцев, негров. Ну, в общем, она встала, ей, что вы даже, не знаю, вы там, в интернете. И она стала бороться за равные права, что они такие же люди и так далее. Но, знаете, встав ночью, приготовив себе кабачки, вообще себе в магазинчик вчера ходила, я вообще такой люблю эксклюзив. В общем, я решила оставить эту тему, я решила, что это вообще не мое. Ну, конечно, вот я только что-то там сказать такое, ну, я, конечно, не могу сказать, не жалко. Понимаете, животным жалко, там кого-то обижают, мне тоже жалко, понимаете. А ну, а что уже говорить все? Знаете, мир, знаете, мир без войны, это вообще, в общем, такая тема. Вы поняли, да? Сказать, что мир с войной, это плохо, это вообще ничего не сказать. Татьяна Салмановна за мир во всем мире. Но я решила, что я на эту тему даже как-то, ну, это не, не, в общем, как-то, ну, вы поняли, да? У кого-то другие какие-то вот эти вот мысли, будешь там вот это вот, что-то там вот это. Я решила, что, знаете, вот это вот кофе на миллион, на миллиард, позитивное мышление, в общем, семинары Натальи Правдиной вообще, то есть, Тони Робинса. Это мне ближе, понятнее, игроку любви, любви, счастья, нежности. Вот damit, вот, 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 как и вот серии. Как и вот. Ну да, вот вафельки, кстати купила вчера тоже в магазинчике и вафельки Будет Петяна Толмановна хоть сказать А, я в этом не сказала вчера, как-то сразу не сообразила, что столько лет прошло Я просто сказала, что такие вообще какие-то королевские особы Это мое такое ощущение, понимаете, я так вот считаю Это мое субъективное мнение Понимаете, те, кто при больших деньгах А если там какие-то вообще королевские особы и так далее Это очень специфические по характеру вообще люди А если там у них есть еще регалии, принципы, королей Я думаю, что они считаются ее вообще какими-то небожителями Или как-то что-то вот такое Поэтому мое такое впечатление, что, конечно, знаете, если ты встречаешься А ты тебя удостоил вообще вниманием такой вообще небожитель Или тебе написал, или как-то позвонил А если ты с ним вообще встречаешься Они, честно говоря, они так, может быть, своим видом не показывают И, понимаете, ты должен быть уже Он, если только на тебя обратил внимание, должен быть просто счастлив Вы поняли, да? В связи с таким вообще положением Ну, смотря еще кто Если, конечно, ты на равных Вот и другой вопрос Это я о чем? Мысли Таким самым Такая вот эта мысль Такая вот эта вот Сейчас В общем, пока тут привела Вот это У меня что-то такая вот мысль-то шла Такое интересное там Интересное Ох Ну, ладно, сейчас Сейчас соображу Опять, в общем, кушаю Кушаю, говорю С инфомана Прожевываем Ну, в общем, это Кушаем, прожевываем Думаем А потом говорим А, вот что я хотела сказать Я хотела сказать Как правило, эти люди имеют свою точку зрения Своё мнение По разным поводам По поводам, с которыми они, например, с кем-то общаются И они это озвучивают И какие-то комментарии По типу того, что кто-то с чем-то как-то, в принципе, не согласен Если речь идет о бизнесе Это другой вопрос Какого-то бизнеса Не знаю, даже там Ну, в общем, как, наверное, как рассматривают Да, там, если у кого-то какие-то предложения и так далее Об этом не идет речь Просто они уже с такой, знаете, с такой позиции Смотрят Это я вам высказывала свою субъективную точку зрения Вот Это как про возраст Понимаете, вопрос про возраст Когда я Султану Брунея написала Он мне прямо спросил Мужчину прямо спрашивал Сколько вам лет? Я стала флиртовать и переводить тему на другую тему Тогда он мне написал Я ему точно не написала А что должна была ему написать? Восемнадцать? Вот Тогда он мне написал Что вы знаете, что я спрашиваю всего один раз Он так и написал И почувствовав всю серьезную ситуацию Я сразу ему написала Сколько мне лет? Я подумала Я поняла, что нельзя вот это Он не совсем понял И честно говоря Такой какой-то ответ, как я на своих видео Такая романтическая Я такая-то такая Супер романтическая То есть вы еще сейчас у меня спросили Сколько вам лет? Ну а сколько лет? 49 Татьяна Солмановна не 49 Ну если, например, такая ситуация Вот, например, Михаил Маранович Будет спрашивать Сколько мне лет? В принципе Я думаю, что вряд ли Кто-то там По деловым отношениям спрашивает Кто интересуется каким-то возрастом А если по личному То вы понимаете Дальше интересуется Сказать, что это такой возраст А с другой стороны Я вот думаю Я как раз, знаете, такая шутница Вообще Я люблю пошутить Сказать, знаете Мне 49 минус Минус Минус, знаете Вот это вот 49 минус 30 Понимаете Я даже не знаю Как мужчина Может так реагировать Если ему сказать Знаете, мне 49 минус 30 Это получается 19 Получается, что я с ним флиртую Понимаете Неизвестно, как он отреагирует А потом, чтобы что-то просить Или там Чтобы были там Спонсорами Нужно, понимаете Соответственно Как-то вот это Быть такой вот Как-то Как называть Такой вот это В этом смысле Интересный Понимаете Быть такой харизматичный А вот что я хотела сказать Это как кто-то говорил Что То ли Хакамада То ли Элина Хакамада То ли кто-то из таких Вот вообще Вы знаете Чем такого человека Его можно взять Или Как-то не то, что Вот заинтересовать Или каким-то своим положением Или как, знаете Или вы как-то богач Или такой же богатый Как он Знаменитый Познакомиться с знаменитым Каким-то интересным человеком Да Или взять свои харизмы Чем-то необычным Чем-то удивить Поэтому Если вы не можете Удивить своими Там Регалиями Деньгами То есть Ну Удивить в хорошем смысле Не в каком-то плохом Понимаете Если вы удивите В каком-то плохом Вы поняли Да То есть смысла Никакого нет Если он чем-то таким Знаете Заинтересуется В каком-то Вот это Он же как-то Обратите внимание То есть Вот это Вот это Вот оригинально Так что Вот Кушу Кушу Вот такое В общем-то Кофе на миллиард Кофе на миллиард Так Так Там Мысли Мысли Там Мысли Идет Чтобы мысли Особо не терять Ту мысли Ох В общем Что А ну да Так вот Когда я стала Уговаривать Михаила Маратовича Что я буду Он мне в документе Так и написал Что я стимпендиат Я издалека Очень хотела Поинтересоваться Хотя может быть Это какая-то Тайна Но я вам скажу По секрету Как вы там Никому не говорите Так что вот Я честно говоря Очень хотела Поинтересоваться Сейчас еще кофейку Кофейку Налью И с вами Пошепчемся Понимаете Я хотела Очень издалека Поинтересоваться По поводу По какому вопросу Есть и ты где Понимаете Вот это Вернее я всегда Хотела продвинуть Мою книгу Получить огромные деньги Я же автор книги Тайная психология денег Скрито богатства и процветания Я так ему написала Я ему сказала Что можно Я по этому документу Буду стипендиатом Как автор книги Тайная психология денег Скрито богатства и процветания Я думаю Как-то я вообще буду думать Вот оценили мою книгу Прочитали Оценили книгу На такие деньги Я прям буду Вся такая вот Себя буду гордиться Понимаете Вот это Я так у него и спросила Но на мое удивление Знаете Что он мне ответил Но с другой стороны В принципе Вот какая ему разница была Я у него спросила Говорю Могу я себе считать Что я стипендиат Стипендиат Я вот автор книги Тайная психология денег Скрито богатства и процветания Знаете Что он мне ответил Он сказал что нет Ну он наверное посчитал Что есть стипендиат Потому что я Супер Супер популярный блогер Он же видел У меня было во френдах Он же видел Что я там сидела Днями, неделями Месяцами На моей странице Фейсбука По 10 часов в день Он оценил Меня как блогера Понимаете В общем это Ну конечно Блогер, блогер И он мне Понимаете Он мне сказал нет А эти документы Для приморского суда Санкт-Петербурга Не знаю Что такое сказать На этих бумагах Я и написала Вписала туда Мою книжку Написала И написала еще Регистрацию моей книги В Library of Congress И предположим Позвонит Михаил Маратович И спросит Скажет В общем мы с вами Общались Вы были Татьяной Юрьевной Теперь вот Татьяна Столбановна У меня вот вопрос Хотя знаете Он может быть забыл Я очень рассчитываю Что конечно А что ему помнить Будет он помнить Спрашивала я у него Понимаете Может быть не надо Было вообще Этот вопрос поднимать Я просто хотела вам Сказать Как пример Знаете Он наверное Уже забыл И думать А вот это А я такая Понимаете Вот так вот сказать Если он сказал Нет Я так понимаю На его характер На его эти Миллионы Миллиарды Вы видите Такой прямой вопрос Вы видите Такой прямой вопрос Я же вам Сказала Нет Вот что ему сказать Почему Понимаете Конечно Здесь нужно Конечно Думать Ну что я могу сказать Понимаете Это конечно Врасплох Так застань Таким вопросом Я ему скажу Вы знаете Я так эту книжку писала С такой страстью Любовью И вообще Такой экземпляр И все Как-то хотела Себя Знаете Вот это вот Как-то вот Гордиться собой В общем Эта книжка И я вообще Только писала Сейчас я занимаюсь На творческой студии Позитивного мышления Так мне хотелось Сказать Что да Я автор книги И конечно Когда ты будешь Просто ты автор книги Как мой там Вот этот В Америке Как там Адвокат говорил А другое дело Вы там Автор фильма Вас как-то Вот эти фильмы Снимают Мне говорю Что фильмы Это вообще-то да Другое дело Автор книги Еще при таких деньгах Ну и все Хотела в общем Добавить Понимаете Так вы знаете Себя сейчас Не очень заснимаю Вот Душ принять Я смогу вас заснять Себя заснять Я вообще сейчас В этом В отпуске Звезда На отпуске А подумала Принять душ Ну красиво Я конечно Я всегда красиво одета Вот Ну понимаете Принять душ Прическа Макияж Хочется Я хочу Чтобы моя видеокамера Снимала меня Как на вселенную Вы понимаете Вот это Чтобы быть Такой красивый Такой вкусный Манкой Сладкой Как сказка Поэтому Наталья Правдиной Советует Всегда Выглядит На миллион долларов Потому что Это очень важно Конечно Если вы говорите По телефону Вот Конечно Важно Здесь уже По телефону Вас не видят А если вы Знаете По такому Общению Что вас видят Вы должны Вы должны Выглядеть На миллион долларов Смотрите Мой будильничек Звонит 12 часов Дорогие друзья 12 часов дня В Санкт-Петербурге Россия Кстати Я выключу Будильничек Смотрите У меня Так огромное количество Видео Снято Я так Снимаю Там Снимаю Там Снимаю Так Дюнете Там Принять Душ Красивая Детка Книжки Я читаю Моя студия Позитивное мышление Сила и позитивные мысли Читаю Книги Думаю Библиотеки Позитивное мышление Смежные науки Ну в общем У меня много Проектов Различно Для вас Зелаю во-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-v-в-в,-в-в. Но по этим документам Другой вопрос Можно сказать Более такой По этим документам Деньги надо было получить В течение полугода Из китайского банка 10 миллионов долларов Затем саманно приписывалась Главным топ-менеджером Китайского банка И кстати Такие небожители Как Михаил Маршин Фридман Они общаются Не просто с какими-то Менеджерами банков Они общаются С ними переписываются Топ-менеджера Ну просто Всего там сказать И не могу И как бы там Всего сказать нельзя Ну вы поняли, да? Деньги надо было получить В течение полугода Но деньги я не получила Документы должна была получить Я даже не знаю Я кажется, я надеюсь На самое лучшее Я просто понимаю Что если за полгода Эти деньги не были получены Они рассели В китайском банке И стали собственностью Китайского банка 10 миллионов долларов Так что Вот Это о чем Татьяна Салмана Куча сказать О том Что если Знаете Вы никогда не имели Делать такими огромными деньгами Тогда нужно все-таки Какими-то апеллировать Какими-то небольшими суммами денег Для вас такими приемлемыми Потому что Оперировать Такими огромными суммами Нужно иметь Примерно какие-то такие суммы Чтобы оперировать Такими суммами огромными Какими-то пом'. Продолжение следует... Ну, что еще интересненького? Нет, просто понимаете, если, например, там кто-то... Есть такие, знаете, люди бизнеса, люди бизнеса, они такие жесткие, понимаете, бизнес... А представляете большой бизнес, одержать вообще вот такой вообще огромный бизнес, в таких огромных деньгах. Это вообще даже представить сложно. Это не то, что, знаете, вот это вот... Там Салман такая романтическая, она такая вот захотела в 12 ночи или 20, захотела в 2 часа вот этот отпуск, понимаете, у нее тут за свой счет. А это, понимаете, вот этот вот чай, кофе, который тянется до этого до ланча, вот она будет сидеть, придумывать сценарии для фильмов. Наслаждаться собой, природной, понимаете, все у меня здесь открыто. А какая погода шикарная, 18 градусов. Люди бизнеса, они другие, понимаете. Как мой муж, бывший муж, Паримакс Луданский, он вообще вот этого вот не понимал. Он понимает, даже в выходные он вскакивал и куда-то там у нас было, там быстрее завтрак и то, а такие люди. Они куда-то там, Старбакс или быстро это кофе. У него быстро было это кофе, вот, а потом, знаете, вот это вот он, телевизор, новости, кофе, быстрее там эти какие-то мюсли, с этим 0% milk там, вот это вот кофе, новости. А вот потом куда-то поехать там в центр, там, в Хартфорд, куда-то там потусить, там, не знаю, там в Бильгранту в ресторан или проехаться просто. Он нервно не любил в выходной сесть, там, 2 часа, что-то там, как-то завтракать, понимаете, вот это вот. Он этого вообще понять не мог. Просто ему объясняю, что это очень такая специфические, как говорится, эти романтические, специфические натуры. Здесь мой волшебный компьютер записывает это видео. Сейчас я подключаю, подключаю его к зарядочке. Сейчас я подключаю. Продолжение следует... Я вот тут вспоминала на днях, думаю, как-то рассказать про... Мы, в принципе, любили там с моим будущим мужем, хорошие рестораны ходить. О чем мы с ним разговаривали? Я хотела сделать такой, знаете, вот этот вот халаш, вспомнить. О чем мы с ним разговаривали в ресторанах, например. Потому что много раз мы с ним путешествовали, мы с ним были в огромных, шикарнейших отелях, в шикарнейших ресторанах за 4 года, за 5 лет. Ну, за 4,5. Ну, в принципе, ни о чем. Ну, вы посмотрите, о чем мы с ним разговариваем в лимузине, когда там в Сан-Франциско едем. Дорогая, что тебе налить? Там вот это вот... Ну, в принципе, я знаю, когда там сели, он так, знаете, там можно было... Или воды, или сок, или шампанское, когда я села такая в лимузин. И обратите внимание на кого-нибудь, скажите, положительно. Sweetheart, понимаете, он как-то вот ко мне всегда, знаете, вот это вот. Это очень важно. Как говорит Наталья Правдина, очень важно на том видео, которое она вчера, вчера загрузила на свой канал YouTube. Что очень важно, какое вот отношение вообще вот это вот. Как ты вообще общаешься, я понимаю, вот такое вот это вот... В общем, отношения в семье, они очень важны. Не просто, знаете, как-то, а вот он вообще вот это вот... Sweetheart, Honey, и, в общем, на самом деле, в общем, вот такое вот, знаете, вот все 4 года ко мне вот так вот великолепно, шикарно относился. А так я просто так прикинула, что, в принципе, ни о чем. Знаете, как-то вот это вот... Да, в какой ресторан, потом это меню в ресторане, что-нибудь так, посмотрите, раунд, если в путешествиях, а там какие-то шопы-шопы-шопы-шопы, что мы там сегодня посмотрели, куда мы завтра пойдем, какой там шопинг, какие там вот такие с мамой шопинги, с мамой шопингами, с мамой магазины. Потом по меню там, кто что будет. Потом так кушаешь и говоришь, ох, да, этот лобстер, он шикарный, лобстер шикарный, да, ох, такое вкусное, такое вкусное вообще вот это вот, хорошо, что мы вот это ресторан, он вообще такой очень хороший ресторан. То есть, понимаете, какие-то общие фразы, в принципе, никогда о чем-то каком-то таком вот. Что-то какие-то моменты по путешествию, что смотришь, что вокруг, в общем, как-то вот это вот, делишься какими-то такими впечатлениями. Или ни о чем, просто сидишь, кушаешь, ни о чем не говоришь. Ну, самое интересное, он ни разу мне не рассказывал ничего о своем прошлом, понимаете, и я ему тоже, в принципе, никогда не рассказывала о своем прошлом. Ну, все-нибудь такое, знаете, вот это вот. И он никогда ничего такого особо не говорил. Ну, в принципе. Ну, что, у меня компьютер пишет, что мало места на тиске. Так что вот с вами я, Татьяна Салмановна Мактум, Саин Фудин, моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Ну, что, Татьяна Салмановна, будем себя показывать. Ну, что нужно показать, чтобы показать. Ну, что показать, я-то Салмановна все покажет. Я сейчас плачется как-то вот так вот делаю. С вами я. Такая красотка. Не, не красотка. Ну, как сказать, звезда. Звезда в отпуске. Татьяна Салмановна Мактум, Саин Фудин. И моя творческая студия позитивного мышления и их силы позитивной мысли. Так что, в общем, вот так, вот так я и выгляжу. Я считаю, что даже очень-очень-очень. Так что смотрите около 7 тысяч видео на двух моих каналах Ютуба. Татьяна Салмановна Мактум, Саин Фудин на русском, на английском языке. Татьяна Салмановна Мактума 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 Мак